МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «В фокусе» и я, ее автор и ведущий, Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых сменей в Азербайджане и рассказываю о них вам в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие газопровода Танап – совместная победа Азербайджана и Турции. В России стартовал чемпионат мира по футболу. Алиев стал его первым гостем среди зарубежных лидеров. Добро всегда возвращается. Выходец из Азербайджана осуществил американскую мечту и занялся благотворительностью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Танап – победа Турции и Азербайджана. Так и заглавлена статья турецкого государственного агентства «Анадалу». Проект трансанаталийского газопровода удалось реализовать благодаря совместным усилиям и политической воле лидеров Азербайджана и Турции, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии в городе Эскишехир в Турции. Первые поставки газа по Танап до греческой границы начнутся уже через год – в июне 2019-го. Дальше будет введен в строй трансадриатический газопровод, по которому топливо пойдет уже до юга Италии. Несмотря на то, что круг участников проекта уже определен, некоторые новые страны выразили желание подключиться к газопроводу. Например, Сербия и Украина. Помимо Эрдогана и Алиева, в церемонии открытия Танап приняли участие президенты, соответственно, Украины и Сербии Петр Порошенко и Александр Вучич. Переговоры с Белградом велись уже давно. А вот участие украинского президента для многих стало неожиданностью. Вот его цитата с открытия Танап. Сегодня мы договорились, что будем более чем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать газ по Танап через Болгарию и Румынию. Танап теперь станет большим вкладом в процветание всего региона. Многих регионов. Разумеется, при этом украинский лидер не упустил случая сделать выпад в адрес России, обвинив ее в злоупотреблении энергоресурсами в политических целях. Но, разумеется, главный выигрыш от нового газопровода — это не Украина, а Турция. Благодаря Танап страна, вообще говоря, небогатая энергоресурсами, превращается в энергетический хаб. Турецкий лидер отметил, что благодаря трансанаталистскому трубопроводу Турция превращается из страны-транзитера газа в государство, вносящее вклад в каждый этап энергетической цепи от производителя до потребителя. В России стартовал чемпионат мира по футболу. На него съезжаются лидеры государств, и одним из первых стал Ильхам Алиев. Президент России Владимир Путин провел первую из серии встреч с лидерами зарубежных стран, прибывших на открытие чемпионата мира по футболу. В Кремле состоялись переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиев. Алиев отметил, что Россия и Азербайджан — надежные друзья и партнеры. В свою очередь, Путин пожелал Алиеву провести время с интересом и с пользой. С интересом в надежде на красивую игру футболистов и с пользой, так как важные политические встречи, как правило, случаются во время чемпионата. Оба лидера констатировали, что экономические отношения стран укрепляются. Уже сейчас можно сказать, что отношения развиваются очень успешно. За прошлый год у нас рост товарооборота на 34%, а за первый квартал этого года — еще почти 19%. То есть это очень хороший темп, который нужно поддержать. Ну и, видимо, чтобы его поддержать, президенты договорились встретиться в следующий раз уже 30 августа во время визита Ильхама Алиева в Россию. Помимо Алиева в Москву на открытие чемпионата съехались и другие лидеры бывших советских республик, в том числе и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Однако встречу между ним и Алиевым не запланировали. Все-таки праздник футбола. Назначена дата саммита глав прикаспийских стран. Он состоится через два месяца. Это важнейшая встреча. Ожидается, что на ней будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Над этим документом более 20 лет совместно работали Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран. Саммит глав прикаспийских стран пройдет в октау 12 августа, сообщает коммерсант. В чем важность этого саммита? Дело в том, что правовой статус Каспийского моря, а стало быть, его деление между прибережными государствами, не урегулирован. Каспий — это географическая загадка, потому что некоторые классифицируют его как крупнейшее на Земле бесточное озеро, а некоторые — как полноценное море. В зависимости от этого будут применяться разные международные правила к разделению акватории между прибережными странами. Каждая страна пытается истолковать эти правила в свою пользу, ведь Каспий богат энергоресурсами. Теперь, наконец, появился шанс окончательно урегулировать эту проблему. Вот заявление Министерства иностранных дел Азербайджана. Текст Конвенции о правовом статусе Каспия согласован, и в настоящее время в странах проводятся внутренние процедуры для его подписания. Мы надеемся, что Конвенция будет подписана на саммите. Популярный американский портал NBC News рассказывает историю одного подростка, выходца из Азербайджана, который эмигрировал в Соединенные Штаты, исполнил американскую мечту и теперь сам помогает бедным семьям. Когда-то Бернард Черкасов сам был получателем такой же благотворительной помощи, которую сейчас оказывает детям. Я помню, как получил коробку с зимним пальто и обувью, вспоминает Черкасов. У меня было чувство, что мои родители никогда не смогли бы купить такое пальто, как бы много они не работали. Когда Черкасову было 13 лет, его семья эмигрировала из Азербайджана и через Австрию и Италию добралась до США. Там мальчик получил хорошее образование, учился в Гарварде и стал корпоративным юристом. И уже добившись успехов в профессии, перешел на работу в благотворительный фонд, который помогает детям из бедных семей, собирая для них одежду. Работая в благотворительном фонде Cradles to Crayens, Черкасов оказал помощь 60 тысячам детей по всей стране. Поскольку он сам когда-то был иммигрантом, которому приходилось непросто, ему хотелось помогать другим. Вот такая история о том, что добро всегда возвращается. А у меня на этом все. С вами была программа «В фокусе» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях в мировых СМИ об Азербайджане. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»